В этих комиксах невыдуманные супергерои и их невероятные поступки. На страницах графических новелл простые сибирские ребята и рассказ об их подвигах в зоне СВО. Создание подобного сборника заняло у иллюстраторов полгода. Само решение инициативная группа приняла после организации Всероссийской выставки «Герой спецоперации». В Алтайский край один из первых регионов, кто представил эту выставку в России. И это был первый наш шаг и знакомство с этим проектом. Спустя год мы пошли дальше. Теперь мы стали отрисовывать для этого проекта самих героев. И немножко в другой технике, нежели были представлены ранее портреты. И у нас получились яркие, интересные сюжеты. На страницах книги представлены графические новеллы восьми героев. Большая часть из них связана с Алтайским краем. Истории боевых подвигов рассказываются в одной или нескольких страницах. Поэтому многие детали пришлось убрать. Сложности были и с дизайном. Во-первых, чтобы хорошо нарисовать военное оружие и технику, нужно знать их нюансы. Во-вторых, непросто сделать единый стиль, когда в команде работает несколько человек. Однако портреты получились один в один. Убедились в этом иллюстраторы на примере Михаила Петелина. То есть ты вот его рисовал сегодня, а на следующий день он приходит, и ты просто заходишь, ты даже не знаешь кто, а ты его узнал. Ну то есть это настолько эмоции такие невероятные. Плюс ты смотришь обычный парень, а он такие подвиги делает, что как невероятный человек. Сейчас портреты и сами истории можно посмотреть на выставке в двух МФЦ Барнаула. На Ленина и на Павловском тракте. Они там будут до конца марта. Затем переедут по другим многофункциональным центрам. На экспозиции, помимо новых, есть и 16 работ, которые презентовали еще в 2023-м. В прошлом году, когда мы впервые эту выставку у себя разместили, мы поняли, насколько она востребована. И начинали мы также с города Барнаула. После этого она посетила очень многие районы Алтайского края. И всего за время ее размещения на нее пришли более 75 тысяч человек. Ознакомиться со всеми героями СВО и их подвигами помогут сотрудники МФЦ. Также каждую пятницу здесь будут проходить экскурсии. Кстати, посмотреть новеллы можно и в VR-формате. Для этого есть специальные очки. Однако такой вариант подойдет скорее взрослым. Детям, к примеру, проще изучить книжный вариант. Это грустно. То, что он спас своих друзей, умер сам. И вообще вот эти комиксы, они очень грустные. В первой партии 500 экземпляров комикса. Вскоре эти книжки с графическими новеллами разойдутся по школам края. И, возможно, их будут изучать на внеурочных занятиях. Сами авторы уже задумываются о дополненном переиздании сборника историй. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова